В редакцию Азадлик обратилась 60-летняя Мухаббад Халматова из города Наманган. Двое ее сыновей были лишены свободы по религиозным обвинениям. По словам пожилой женщины, летом этого года в тюрьме в городе Навоив в отношении одного из ее сыновей применялись жестокие пытки. За чтение намаза половые органы обливали кипятком. Двое сыновей, 60-летней жительницы города Намангана Мухаббад Халматовой, 40-летний Алишер и 33-летний Шавкат Абдужабаровы были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в 2010 году. Суд признал парней виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 244 УК Узбекистана. Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания. В разговоре с репортером Азадлика Халматова заявила, что несколько месяцев назад в колонии номер 6446 в городе Навои в отношении ее старшего сына Алишера применялись жестокие пытки. В октябре месяце женщина получила разрешение на трехчасовое свидание с сыном. Во время встречи с ним она увидела следы отпыток на его теле. Сын рассказал о том, что в колонии его половой орган облили кипятком. Он рассказал мне об этом после того, как я увидела черные пятна на его ногах. Это произошло летом в колонии 6446 в Навои. Сын рассказал мне, что сотрудники колонии облили кипятком половые органы еще четырех заключенных за то, что те читали намаз. По словам Мухаббад Халматовой, после того, как двое ее сыновей были отправлены за решетку, пожилой женщине пришлось взять на себя всю заботу о пяти внуках. У старшего сына есть трое детей. Я вместе со старшей снохой печем самсу и продаем ее в школе, где учатся мои внуки. Живем за счет этих денег и материальной помощи, которую нам оказывают родственники, сообщает женщина. Я вместе с тем, что все знают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА